всем привет привет друзья погнали мы сегодня в поход сейчас едем до места стоянки сейчас надо понять место стоянки сегодня с нами даже белок поехал решили оставить машину в районе парка живой природы додо покиньте от нашего дома до парка додо сколько шесть пять с половиной километров это такая огромная станица натураевская возле стоянки парка додо ставим машину и пойдем по тропе на самую высокую гору искать дикие тюльпаны как раз к празднику 8 марта а может быть и не тюльпаны а может быть и не тюльпаны так что погнали и фонда лая дни за киранта салона мочу топа это 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 и решили узнать сколько стоит вход по дудам мы еще сами не ходили вот здесь такой вход на улица курган у нас по воскресеньям кстати вот почитайте да 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 для с документом и пожалуйста последнее воскресенье месяца скидка почитайте пожалуйста вот здесь все что это а пенсионерам наоборот такие дни скидка у нас учащийся школа в период 3 по 30 50 процентов стоимость то есть теме получается сколько будет стоить 50 процентов дети получается вот ему еще 12 нет до 12 650 пополам будет стоит 300 там что-то с копейками а взрослые 900 рублей фото видео на территории парка платно а нам получается тоже скидка будет или только ну получается если мы прописаны станицы на тухаевской то нам тоже скидка вот каждым каждое последнее воскресенье месяца для жителей станицы тухаевской при предъявлении документа о наличии регистрации вход на оплату 50 процентов стоимость то есть каждая последнее воскресенье месяц то есть каждая последнее воскресенье месяц в общем мы решили сходить сюда посмотреть этот парк посетить вместе с детьми конце марта потому что последнее воскресенье месяц до последнего воскресенье месяца для жителей станицы на тухаевской кто здесь прописан скидка у нас здесь 50 процентов входа ну то есть есть смысл сходить это недавно вели не было такого вот он точно ну блин слушайте в кепке прохладно прям хочется вот сейчас просто утро еще с этим обещали 14 градусов днем так что мы идем дальше или едем или идем идем пускать тюльпаны а мы там проедем 2 и 2 метра высота я не знаю машину наша 210 надо аккуратно очень проехать кудом интересно просто кубик квадратный сзади сиральчик интересно а вон там это смотрите гуси га-га-га-га крылышками намашет и собачка рядышком с ними лежит охраняет это вот мы почти на краю станицы на тухаевской лошадки и почти это и есть край станицы на тухаевской улице это что с улицы сапфирова вот это получается какая часть это район парка додо а район парка додо так и называется на карте самый важный все интересно тебе посмотреть то он уже бегать быстрее хочет вот мы уже выехали тухаевска едем в сторону тропы ну это по сути тухаевска сейчас доедем до подножия да подножия конечно здесь пешком не идти потому что нам еще до точки ну мы я посмотрел да там можно дойти до первой беседки четыре километра домой а до второй беседки аж 77 с половиной километров то есть там беседки смотровые ну на карте нанесены мы заодно их посмотрим да не до первой беседки четыре километра до второй 7,7 километра ну где-то там точно не знаю ничего себе тут дорожка из этой скверка а видишь дожди сильные были замесило приехали мы стояночки от которой пойдем вон тут такое поле большое мусора столько люди конечно пооставляли что тут о можно прямо отсюда с разбегу да в реку гигантский стол застолье можно устраивать о какой стол здесь огромный вреди Ох, место для вон зажарки, еды. Стол, конечно, вообще огромнейший. Вот местечко для отдыха. Нашли ещё один. Это водопад. Ух, мини-водопадик. Мини-водопад. Смотрите, как красиво. Водопад для гномов. Попробовать водичку. Красиво, красиво. Даже зелени нет пока ещё. Всё равно красиво. Маленькая речушка такая. Да, посидеть здесь, можно послушать шум воды. Тоже как место отдыха. Классно. Смотри, вот там тоже водопадик такой. Подкады такие, подкады. Ага. Ну вот дальше туда тоже тропа какая-то идёт. Ну там дорога, да. Ну-ка, вот здесь. Всё. Давай-давай, течёт. Да, течёт. Здесь даже есть туалет. Интересный такой. Только без дверей. А, я уже туалет не буду снимать. Всё. Одеваем языки и двигаемся в путь. Поехали. Где-то там машины поставили. Да поехали. 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 Нет, нам вот сюда. Это жёсткий поворот. Туда немножко. Ну, она как бы... Она как бы идёт туда же, ну вот, 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 вот. И уходит туда к беседке. Ну, пойдём здесь. Здесь вниз трассы идёт, да. Мусор куча. Вот, блин. Куда мусор, оказывается, выбрасывает свиньи. Мне эти прогулки напоминают, когда мы жили на севере. Мы выходные ходили на лыжах. Вот то же самое. Такое же ощущение, как будто ты идёшь на лыжах в гору с палками. Главное, деревья все сухие, мёртвые такие, стоят ещё после зимы. А этой, блин, плющу хоть бы что. Вообще, да? Кайф ему живётся. И днём, ой, и зимой, и летом одним светом. Местная ёлка, короче. Прикольное, да, растение? Место листиков сразу цветочки выходят. Что за растение такое? Надо открыть красную книгу. Ой, красную книгу. У тебя с собой книга? Ациклопедия? Смотри, такие красивые. Жёлтные, маленькие. Просто ещё не очень тепло на улице, солнца не очень много, и поэтому ещё не всё вымело. Как мимозики. И они же где-то вышли уже. Просто здесь как будто холоднее, наверное, в горах, да? Мы просто идём по дороге. Они, наверное, там, в траве. Вы смотрите почаще в зеленуху. Может, там увидите тюльпанчики наши дикие. Подъёмчик такой уже начался. Хороший. Тёма, тяжело в подъёмчик идти или легко? Легко. Легко? Видишь, ты какой спортсмен, молодец. Так. С него домой где-то деревья. А вон деревья, сад. А это, наверное, тот сад, который с этими... Ореховая роща или что? Где у нас море? А море у нас где-то вот там. По-моему. Не видно? Я хочу блинчики. Я хочу оладушки покушать. Сейчас оладушки покушаем. Смотри, мама, мама. А вон это лысое пятно, которое нам с дома видно. Вон там, видите? Где лысое? Ну вот, гора лысая, вон. Окреслотнотой, да? А, прошли очередной подъём крутой. Юля, как обычно, отстаёт. Тяжело идти немножко. А мы вот впереди. Самый первый, это у нас белок. Ему прямо вообще по кайфу бежать впереди. Товарищи, знаете, почему я иду самое последнее? Хочу признаться, мы вчера отмечали Виталикова новую права. Я выпила две баночки, полторы баночки сидора. Яблочного. И мне из-за этого так плохо, голова разваливается, что две таблетки выпила. А теперь отмечала. Поэтому алкоголь это зло. Вот так вот. Поэтому, товарищи, не пейте, бросайте. Берите пример с нас. Мы нашли первые подснежники. Как они правильно называются? Я не знаю, лютики там или как они? Вот. Пробираемся. А, вот они фиолетовые. Да, вон ещё. А мы хотели на пирожевых пельтан. Ну, какой интересный. И вот там ещё есть, и вот там дальше, смотри. То есть они только-только начали вылезать здесь. Ну вот 8 марта они были. На этих горах. Вылезаем. Сейчас идём дальше. Посмотрим. Мы ещё, когда ходили на гору Собербаш, есть описание на нашем сайте горы, ну, похода на гору Собербаш. Там у нас есть фотографии. Там были жёлтенькие. Такие беленькие, жёлтенькие, красивые цветочки. Артёма ракушку нашёл. Если хотите посмотреть вот этот маршрут на гору Собербаш, переходите на сайт. Он в описании к этому видео. И там наберите Собербаш в поиске и выйдет вам, получается, эта тропа. Как мы ходили. Ну и видео, конечно, тоже у нас снято про этот поход. Идём, идём. И нашли Конский. Навозик. Ну, значит, здесь на лошадках тоже ходят прогулки устраивать, скорее всего. У нас же на Тухайской есть несколько конюшен. Ну и люди даже некоторые лошадей держат. Она к нам как-то приходила, лошадка тоже у нас в выпуске была. Возле дома гуляла. Убежала. Потом хозяйка пришла, забрала её. Начинаем уже расстёгиваться, уже жарко становится. Солнышко выходит. И прогревается воздух. Кому-то стало очень жарко. Вот там далеко видна Натухайская у нас получается. Мы поднялись уже почти на эту гору. Но нам ещё подниматься прилично. Какой вид шикарный уже открылся. Смотрите. Посмотрите назад. Обернитесь. Прикольно? Да. Кайфушечки. Корешки очень прикольные. А земля такая, как будто этот. Чернозём прям как будто. Да, смотри. У неё у нас более серая, а здесь ещё чёрная зима. Белок, что там впереди? Что нашёл? А? А кто там? Белок, это я шуршал. А, это я шуршал. Думаю, что-то сидит. Нет, это грязь у него. Он запачкался. Белок беленький, всё время пачкается. Мы идём. Вот уж увидели вот такой столик. Его на карте нету. Мэп СМИ. Но вот по факту он есть. В общем, идём, идём. И тут уже сосны появились. Как резко, да? Погнялась полоса. И солнышко вышло. И уже потихоньку раздеваемся. Но Тёма всё равно в шапке. Тёма, на улице плюс 14. Северный парень, он никак не может привезти. Тём, плюс 14, раздевай шапку. Ты там греешь голову? Да. Хорошо. Ты, когда говоришь назад, тебе в камеру очень плохо слышно. Надо говорить вперёд. А-а-а-а! Уже дорожка пошла такая вот уже гряземестная. До этого момента мы ещё могли на Мазде заехать, а сейчас уже такие колеи пошли большие, что нам просвета не хватит здесь проехать. Но мы идём пешком. Так что нам это не страшно. Очень красивые сосны. Они прям зелёненькие такие, прям мохнатенькие такие вообще. Я бы хочется её пощупать. Да, хочется пощупать. А она колючая. Думаешь, колючая? Колючая думаешь? У тебя такая красивая женщина, прям супер-куколка. Начинаешь её трогать, щупать. Она такая жёсткая, как... как ёжик. Ты про кого? Я? Некоторые моменты ещё в себе западения. Ясно. Тема, что нашёл? Ну и вообще многие женщины из себя строят. Что такое? А почему она жёлтая? Нежные пупсики. Жёлтая внутри палочка. Какой-то химический элемент составил есть. Который для этого цвета. Так, биолог дал заключение. Какой-то химический элемент. Химико-биолог. Да я вообще человек универсал. У меня каких только профессий нет. Мы сегодня, наверное, опять сбросим. Но мы с собой оладушки взяли с чаем. Оладушки взяли, чтобы не бросить, да? Немножко сбросим и опять добавим. Но ничего. Я думаю, это ничего страшного. Главное баланс, чтобы был. Короче, следы, по ходу дела, от ГАЗ-66. Нет, их напоминаю. Но я знаю, у него рисунок и ширину колеса. очень похоже на то, что здесь есть для меня на таких грузовиках. Смотри, глубина колеи, глубина колеи, не до колена. Да, я говорю, здесь это колеса огромные. Ну, рисунок протектора здесь. Вот он. Вот он, широкий. Это как ГАЗ-66, либо огромные там 33-35 катки на каком-нибудь джипе. Тут только так можно проехать. Короче, это вообще капец, короче, все. Белок свинопас, блин. Залез в грязищу, короче, вообще. Пойдемте, спустимся, там вот почище, по-моему, внизу. Ой, белок, только ни на кого не напоминает. О, это трэш, вообще. Белок, ты что с собой сделал, Боже. Белок, ты на кого похож? О, короче, грязь вот так. Я сегодня не пущу домой. Не можешь пройти по чистой этой дороге. Мама, он, короче, там бежал, грязь вот так вот упал. Смотри, здесь какая глина. Пойдем. Так давай, развиваемся, прыгаем в эту. Лечебная. Ну, давай, посмотрим, он вылечился сейчас. Да, Белок? Вот скажи, сейчас вылечился. Прямо цвета такого серого. Пока пушечки. Лечебная. Пока пушечки, да, вот. А тут получается низинка, и поэтому сыро. Там на горке все сухо было. А тут низинка, и что, как мы здесь поползем? По лесу? Пошли по лесу. Давайте раздеваться. Вон там по лесу тропинка есть. Сухая. Ну, вон купаться, вон там. А? Так не, можно прям в лес свернуть. Мама, раздевайся, купайся, вон. Смотри, вон тут цветочек выходит какой-то. такой зелененький тут вылез. Тему сказал тебе и купаться идти. А? Идешь? Ну, за миллион выскупалась. Миллион лайков? Юля, короче, за миллион лайков готова искупаться. Смотрите, тапочки. У него даже мох уже вырос. Тапочек. Ну, там сандали детские. Да, то есть, маленький ребеночек где-то шел, потерял там свою тапочек. Много-много лет назад. Даже уже мох вырос. Да. Прикол. Много лет назад здесь кто-то ходил. Мы, короче, обходим по лесу. Здесь тропинка есть. Я вижу, здесь следы лошадиные. Кто-то на лошадке здесь ходил. Потому что там грязище, невозможно идти. Здесь натоптанная, кстати, тропинка. Здесь, значит, часто кто-то ходит. Смотрите, как растет дерево вот этот. Это, не знаю, как ключ, не ключ, там, как он называется. Дерево вот так вот. Захватил он дерево. Да, захватывает. Мы нашли первую беседку. Тут такая колея вообще. Тут реально только на ГАЗ-66 проезжали. Смотри. Можно спрятаться туда. Короче, вообще реально. это эти, окопы. Окопы, да? Да. Ну-ка. А вон тут посмотри, вот. А, вообще. А ну-ка, тут легковный рост, наверное. Короче, надо автодом на базе ГАЗ-66 строить. Или КАМАЗ, да, короче, который. Дорога. А, кто-то Кто-то, гости, скорее всего, едут к нам. А вот мы добрались до первой беседки. Вот так вот она выглядит. Такой байк хотите? Да. Это типа как у нас, только чуть поменьше. Такой и еще другой. Нет, ну вот у нас такой. У нас больше дома стоит? У нас чуть поменьше. Этот на сколько кубиков? У нас вообще пидбайк. А этот 250 или 400. А у нас? 125. 25. У нас же маленький пидбайк. Ой, хрюшка. Велок-то реально как свинья. Достаем у меня оладушки. Давайте достаем оладушки кушаем. Сейчас попьем чаечек, салатушка и пойдем дальше. Короче, у нас с собой сосисочки. Папа сегодня с утра оладушки напьет. Вчера вене вечером. Ммм, пропусно. Все за четочки. Прям на природе очень вкусно. Мы прошли 3,5 километра в гору. Как это? Покушаем, пойдем повторю. Это можно. Ммм, очень вкусно. Оладушки все вкусно. Такие вот еще пышненькие. вообще за четочка. Смартно. Двигай сидеть. В общем, вышли мы с этой беседки. Вот у нас здесь находится беседочка. Идем дальше. Хотим дойти еще до одной беседки. Нам еще осталось идти 3,5 километра. Так красиво смотрится лес такой. Еще серый. Ну, такой коричнево-серый, без листвы. Дорога. И вдалеке такие три силуэта идут. Солнышко освещает. Там путь. Такой прям пейзаж красивый. Дышится так хорошо, свежо. Кайф. Что здесь происходит? Обнимаетесь? Мы здесь обнимаемся. Энергию. Ну, пошли. Погащайтесь. Вон кто вырос. Вот такой. Ребенчик такой маленький. В общем, вышли мы из леса на поле. И тут, ты видна, и такой вид открывается. по-другому. На. Нам, да, наверх туда надо подняться. Настема подгоняет. Быстрее, быстрее говорит. Мы сейчас подкрепимся шиповником. Такой зимний шиповник. Он такой прямо стал. Мягенький. Здесь какая-то горка, насыпь. Идем посмотреть, что это такое. Тут кто-то на кладрике, скорее всего, есть. Волосклини такие. Узкая колея. Велок, пойдем посмотрим. Что здесь такое? Что-то здесь выкопали. Идите сюда! Тут был сундук с золотом. Нас опередили. Вон, видишь, плита была мемориальная. Внутри, древняя статуя. Идем вырабатываем силу воли. Тренируем мышцы. Руки не синхронно работают с ногами. Мы, наверное, скоро подготовку такую пройдем, что пойдем. На тридцатку. На тридцатку, да. И базовый лагерь Эвереста пешком в Непаль. До базового лагеря Эвереста. Ну, не на саму Эверест, но на базовый лагерь. Собирай. Ох, полезная штука. Колхозникам на грядке. Можно паковать, пакетики да продавать. Как думаете? Тут Что-то море не видно. Мы думали, море будет. Мы еще не поднялись. Подожди, вон еще гора. Еще подняться надо. Мы еще не поднялись. А вы видите там какая-то беседка маленькая справа? Вон она, да. Не знаю, там какие-то но это, по-моему, не та беседка. А как это все поднялись? Ну, да то еще два километра. Два километра? Это какая-то еще другая, наверное. Сейчас я посмотрю, пока. Тема помогает маме нести рюкзак. У Темы открылось второе дыхание. А у мамы пока еще не открывается что-то. Я же говорю, второе дыхание нет? Ну, как бы сейчас полегче стало уже. Потому что горка кончилась. Там вон. Нам еще вон в ту горку идти еще. таблеточка помогла. Пора. Я на респект. Тут у нас охотничьи угодья новороссийского какого-то ГО, ККОР. Охота без путевок запрещена. Ну, мы не охотимся. Мы просто гуляем. Нам карта Мэп СМИ показывает идти 17 минут. Я думаю, мы накинем немножечко минут 25 где-то идти, я думаю. и мы будем на месте в нашей второй локации. Эта беседка отмечена. И там рядом какой-то колдется родник еще отмечен. Поэтому посмотрим, исследуем. И все это обязательно маршрут напишем на нашем сайте в онлайнтрип.ру Описание внизу смотрите под этим видео. А пока мы двигаемся дальше. Юля втопила без этого, без рюкзака. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Ну, что, ритмус бился. Левый, левый. Раз, два, три. Блок помогает. Интересно, здесь есть интернет или нет? Ну, идем вот так вот по карте МЭК-СМИ. Интернета здесь, конечно, маловато. Нету его здесь. Опять какая-то яма. Кто-то вырыл. Робу грунта берут, что ли, здесь неподемнительно. Что здесь стопают? Такая порода. Здесь нету. кто-то сзади едет на машине на ниве здесь в принципе можно проехать до если знать дорожки правильно ну вот беседка уже видна здесь и здесь где-то на карте показан родник колодец чуть ниже 300 метров вниз до родника колодца 3 минуты которые на карте обозначен вот он здесь внизу сейчас посмотрим короче родник и поднимемся до него идти тут 250 метров от беседки его интересно да смотрите так модно пришли на точку на карте который обозначен родник но у меня такое ощущение что он здесь пересохший сейчас посмотрим конечно там вот такая расчелень вот мы пришли на родник колодец вот такой он оказывается реально колодец но он правда неглубокий из таких камушках собран просто как такая как за пруда или как сказать да что водичка собиралась здесь горная река течет и губа сотреб колодец я был вкусная вода здесь да ванну не хочешь принять помыться помыться не хочешь как он обратно пойдет еще раз спачкаться так же белок скажи я еще ванну грязевую прямо на обратном пути да кто там блок такая вот беседка нас ожидала и новороссийское общество охотников ее сделали большое спасибо им за это скажем тут недавно до нас кто-то был костер да еще вот такой тепленький тепленький еще в общем ребята классное место она закрыта от ветра даже от дождя вот от непогоды стол скамеечки сделаны хорошие такие хорошее место тут можно посидеть и отдохнуть это было на сегодня конечно наша вторая . и после этого мы уже отправляемся в обратный путь примерно шесть полных километров нам обратно иди о олажки а я нашел древний можно еще хлебушек смотри вкусная сосиска жареная ммм так вкусно вкусно тут сосисочки жарить на каспике ну да ты нас петель уже пьем угу да мы будем пар идет смотри вы были классненькие у меня хлебушек получился как тостер блин жар такой смачный вообще класс вкусная вкусняшка 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 прямо хлеб с детства как на костре горячий аккуратный кустяшечка да вкусняшка ну сиди 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 молодец творит Во дворе сделаем такое место, чтобы костер разводить, да, и каждый день будешь разводить и вечером на звезды смотреть, любоваться Да, вон телевышку видно, вон на трассе Нам надо на ту гору, да, идти, и там будет море видно А в какой трассе, которая параллельно этому идет? Да, ну все, следующие выходные там идем Еще не горе, там тропа нет Да, Белок? Белочек, ну как тебе, расскажи, ну, понравилось, а, понравилось? Папа, ты умеешь на папу? Ну верно, умею, смотри Идем обратно Обратно Идти шесть с половиной километров Мы прошли примерно уже километр Это знаешь, что, это непослушно шлепать Пожопай, иголками А здесь что такое А здесь что такое Интересно, сейчас посмотрим Что тут, Белок, такое Метеостанция, что ли Скорее всего, какая-то метеостанция Вот, замочек висит В ветрях стоит А, солнечная батарея В общем, нашли тут метеостанцию Такую небольшую Интересно посмотреть Вот нам сейчас идти Вот туда получается Кто знает, это море видно Там за горами или что Или это горы А мне кажется, Новороссийск видно У меня такое ощущение Что видно вот там Очертания этих Как его Домов высоких Ай, брызгает Бери домой, блин Иди, Пошка-пси А? Да, вот это холода есть Искупаешься, может? Маме домой неси И пусть она сделает Близовые маски Поедем потом на Таманскому полуострову Там будем Близовые маски Там все это есть Я на карте уже нашла Я не люблю это дело Пойдем поедем Тут по Таманскому полуострову Поедем? Поедем Когда завтра? Ездим, короче, в этот А, помните, мы тогда поехали О, тапочек этот, сундалик Мы на Новый год поехали В Битязево Да Мы хотели проехать Там было все в воде Вот, а сейчас там все высохнет И там по карте смотришь Как будто можно прям по этому Я не грязь Как сказать Косякута Проехать прямо до Благовещенской До пляжа Надо попробовать Надо попробовать Проехать там Летом Попробуем Выезжаем на Благовещенскую Там тусим Потом едем в Веселовку Потом в Волнушку Потом, короче, едем в Кучу Гуры А в Тамань едем Там новая же набережная Потом там есть этнографический парк А в Тамань красивый Там тусим на пляже Потом едем в Кучу Гуры В Кучу Гуры Там тоже тусим на пляже Там, кстати, возле Кучу Гуры Есть мыс Забыла, как мыс называется Какой размерчик? Куполи, мыс какой-то Очень некой И там озеро грязевое Прямо вот видно Там даже этот Где раньше был паром На Крым Может там денежки Старые завалялись А, под стелькой, да? Потом можно было биткой На этот На Физдар селить Грязевой вулкан Но он за родиной Посылки находится Потом, короче, через Джигинку вернуться А этот обратно Оттыхающий Можно, да Ну, по циклу где-то У нас уже На обратном пути Мама вот рюкзачок мне повесила А мама Юля, да? Устала немножко Ну, Юль, ты подумай Мы прошлый выходной Прошли 42 километра Ну, на великах ехали Ну, не всю Половину только на великах Ну, на великах Мне проще, чем я Половину ехали А сейчас? Когда моя пятая точка сидит Мне проще Понятно А сейчас мы вот идем Пешочком всего лишь Ну, 14 километров Грубо говоря Ни хрена себе Туда 7 Обратно 7 Всего-то дайте Вот это мы дали Опять сегодня Жару Дали жарку Да Мы не можем сидеть на месте Нас постоянно Куда-то тянет Тащит Нам В стенах Нашего дома Очень тесно Сто квадратов Тесно, да? Сто квадратов Нам тесно, да И нам постоянно Куда-то надо О, реально Слушайте, ребята Может поменять Кто-нибудь Сто квадратов Поменяет на Автодом Да, кто хочет Поменять сто квадратов На большой автодом В принципе По цене То на то и выходит Смотря какой автодом Ну, хороший автодом Большой автодом Да, лямчиков за семь Четырьмя спальнями Мы готовы пожертвовать Своим домом Для нас дом Это клетка Крестка, большая клетка Большая клетка Слушай, у кого-то есть И по 200 квадратов дома Ну, это все зависит от Это нам просто внушили Что дом должен быть большой Это была навязанная От мысли От идей От целей Да, от человека Ну, нам это не нужно Абсолютно Нет, просто ты когда уже достигаешь Своей цели Вроде мы на Рюкки приезжали Мы хотели именно в дом переехать Когда ты достигаешь Своей цели Нужно просто насладиться Сначала Эти моменты Крайфануть Понять, что цель реально достигнута Мы насладились Крайфанули дома Тебе идти дальше И не говори, что оно как бы Ну да, не Эта цель была Хорошая цель Особенно хорошая цель Что мы переехали на юг Это прям вообще Бомбическая цель Офигенная Нам было очень тяжело Перестроиться Но мы это сделали И теперь вот 3 марта Мы гуляем Снега нет Все, сухо Все Красиво Свежо Город Кстати, я там Пока вы от меня ушли Я в лесу нашла Тюльпаны Да-да-да Они такие маяки Вон бассейнычки торчат там маленькие Первые цельючки Давай сюда Еще один Фиолетовенькие Фиолетовенькие Как тюльпанчики Такие зуборцы Какая красота Вот так и бомб лежает Вот так Красота Семельки Да И фоточки Буду выкладывать В телегу Так что обязательно Подписывайтесь на нашу телегу Там все в реальном времени Да А маршруты Мы будем Описывать Ну вернее Уже описываем Уже есть У нас сайт Medlife-trip.ru Ссылка в описании Там все маршруты Где мы только сами были Как пешком Так на великах На машине Там есть Крым Есть Краснодарский край Больше конечно Краснодарского края Но Там есть Адыгея Одна статья всего Но мы хотим В Адыгею Съездить еще Мы Адыгею Совершенно мало Посмотрели А также Хотим посетить Северную Осетию Табардино-Балкарию Грузию Да Ну это уже Я пошел уже В другие страны Да Ну а так В целом Краснодарский край Мы это очень много Ездим постоянно По возможности Хотелось бы конечно Больше это делать Но пока у нас Немножко Нет таких возможностей И мы стараемся К этому идем Да Мы к этому идем В общем завершился Наш трекинг сегодня Мы пришли Вернулись к машине Все уже в машине сидят Главный пассажир Белок Тоже в машине Юлечка там И наши дети Вот такое здесь место есть Провянка Отсюда можно Ходить В трекинг Разных Тропинок разных Здесь Очень много Дороже На мотоциклах Катаются Мы пешком ходили Сегодня Благодарим всех За просмотр С вас Лайк И подпишитесь Кто еще не подписан До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»